Всем доброго дня, с вами Аркадий, мы в Канаде. Сегодня отвечаю на ваши вопросы, касающиеся последипломного права на работу. PGWP, еще называют PGWPP, то есть Post-Graduation Work Permit Program. И также сопутствующие вопросы, касающиеся права на работу для супругов-студентов, мы немножечко коснемся этому. И давайте, наверное, еще вам расскажу о том, какие есть варианты, чтобы не на самых дорогих программах получить вот эту возможность PGWP. Ребят, у нас уже было с вами видео, у нас был даже вебинар на тему PGWP, но это было давно, смотрело мало людей тогда. Вопросы, касающиеся права на работу в Канаде после окончания учебного заведения, задают каждый день. Задают вопросы, начиная, можно ли после учебы получить гражданство, можно ли после учебы получить ПМЖ, можно ли после учебы получить работу. Итак, учеба не дает возможность подать на гражданство, нужно соответствовать всем требованиям, в том числе требования проживания в Канаде определенного времени в статусе ПМЖ. ПМЖ тоже учеба не дает, но учеба может помочь получить вам право на работу и затем уже продвигаться, да, то есть двигаться дальше до статуса PR, permanent residence, до статуса гражданина Канады. Понятно, что учеба не гарантирует в любом случае ни то, ни другое, ни третье, но вам нужно знать, в каких источниках где посмотреть свои права, где посмотреть свои возможности. Все, кто хотя бы раздумывает о возможности учиться в Канаде, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Я отвечаю на вопросы по последипломному праву на работу на консультациях каждый день. Если вы это видео посмотрите, вам будет гораздо легче. Ну и, конечно, я буду благодарен, если вы оставите в комментариях к этому ролику ваши дополнительные вопросы, если что-то мы сегодня не обсудим. Итак, давайте я с вами поделюсь своим экраном. На сайте правительства Канады, Canada.ca, если вы зайдете в раздел Immigration, Refugee, Citizenship и дальше наберете Post-Graduation Work Permit Program, вы найдете все детали. Мы сейчас с вами будем только смотреть официальный сайт. Я напоминаю о том, что я не являюсь иммиграционным консультантом, не являюсь юристом. Если вам нужен юрист, пожалуйста, ссылочки для связи в описании к этому ролику, я вас направлю к юристу. Если вам достаточно моего опыта, мой опыт 12-летней работы в Канаде со студентами и 19-летней в образовании, если брать по всем странам, то с удовольствием этим опытом делюсь. Но информация постоянно обновляется. Даже если вы посмотрите на эту страницу, то здесь какие-то гайдлайн с 14 февраля 2019, а внизу каждой страницы можно посмотреть, когда ее изменяли. 21 февраля 2020 года. То есть, как видите, каждый год что-то, какие-то новые изменения. Мы сегодня еще поговорим в связи с ковидом, какие изменения появились, что теперь разрешено и как можно проще получить этот Post Graduation Work Permit, несмотря на ситуацию с усложнившимся въездом в страну. Итак, если вы откроете вот эту страницу, то прежде всего вам на что нужно обратить внимание? Программы, которые подходят, и учебные заведения, которые подходят для Post Graduation Work Permit. Еще раз напоминаю, Post Graduation Work Permit – это право на работу после окончания, оно является временным. Это не постоянное проживание. То есть, вы, грубо говоря, два года отучились, на три года у вас появляется возможность вернуть все денежки обратно от работы в Канаде. Заработать, возможно, канадский опыт, возможно, пройти по иммиграционной программе Canadian Experience Class. Те, кто следит за моими публикациями, в последнее время отбирали либо по провинциальным программам, либо по Canadian Experience Class. То есть, тех, у кого есть опыт работы в Канаде. То есть, работа в Канаде. Поэтому учеба многих интересует, как возможность получить право на работу во время учебы. Многим этого достаточно. И возможность в дальнейшем продвигаться по каким-либо программам. Ну ладно, давайте открываем следующую ссылочку. Итак, какие же требования к программам? Извините, давайте первый вопрос. Сколько длится последипломное право на работу? Вот у нас здесь есть ответ на этот вопрос на этом же сайте. Пожалуйста, сколько длится? Если ваша программа менее 8 месяцев, учебная программа, то вы не можете подавать на Post Graduation Work Permit. Еще от себя скажу, если у вас курс английского языка, потому что многие спрашивают, можно ли на курсах английского языка работать и после них получить? Нет. Курсы английского языка не позволяют работать во время учебы, не позволяют получить Post Graduation Work Permit. Если вы приезжаете с супругами, с детьми, то они могут находиться с вами, но они тоже должны чему-то учиться, либо у них будет просто туристический статус, который, как правило, ограничится с шестью месяцами, иногда до года, но нет такой возможности, чтобы только закончить курс английского и получить право на работу просто так, открытое. Да, еще я должен сказать, этот Post Graduation Work Permit, в чем его основной плюс? Это то, что это открытое право на работу. Так, да, я надеюсь, что все видно. Итак, дальше. Если вы проучились на программе больше восьми месяцев, но меньше двух лет, видите, здесь для вас написано, вы, возможно, получите после дипломное право на работу по длительности вашей программы. То есть девять месяцев отучились, на девять месяцев право на работу, возможно. Если вы отучились два года или более, то можно подать на право на работу три года, на трехгодичное право на работу. Вот, если здесь вот эта новая часть, смотрите, ребята, если раньше надо было закончить двухгодичную программу, то здесь больше, чем одна программа, видите, если написано. Если они более восьми месяцев, то возможно их суммировать. То есть некоторые люди приезжают, берут одну программу один год, вторую программу один год, объединяют их и подают на трехгодичное право на работу. Для многих такая возможность тоже есть. Так, мы дальше не будем вдаваться в подробности. Мы сейчас с вами перейдем к самому мясу, по делу. Давайте по делу все. Потому что страницы большие, вам нужно все изучить самостоятельно. Я сейчас даю только информацию наиболее важную. И если какие-то мелкие вопросы, я оставлю все ссылки на вот эти официальные сайты в описании к ролику, чтобы вы сами могли прочитать, сами могли со всем ознакомиться. Здесь все разжевано. Следующая ссылочка. Кто подходит под право на работу? Минимум восемь месяцев закончили обучение. Дальше. Ну, здесь то, что в течение шести месяцев после окончания нужно и так далее. У вас должны быть документы, подтверждающие, что вы закончили учебное заведение, подходящее с DLI. Значит, что такое? Смотрите, вот он. Eligible Designated Learning Institution, DLI. Учебные заведения с DLI – это учебные заведения, имеющие право принимать иностранных студентов. Но не все учебные заведения с DLI могут дать возможность подавать на последипломное право на работу. Давайте я вам покажу, как это работает. Сейчас просто перейдем по этой ссылочке. Так. DLI-лист. Мы открываем с вами ссылку DLI-лист. Вот они. Designated Learning Institution's List. Выбираем провинцию. Какую вы провинцию? Эти предположим. Давайте Квебек посмотрим. Я вам расскажу, потому что про Квебек отдельно. Немножко это будет интересно. И вы смотрите. Да, вот здесь вот есть. Какие можно? Yes. Details. Значит, нужно изучать условия. Details. Изучать условия. Yes. Details. Yes. Ни одного no нет. Значит, окей. Нужно изучать условия. Нет ни одного no. Давайте посмотрим Ontario. No. 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 Видите, сколько no? No. No, no, no. Yes. Кстати, летная школа. Смотрите. Хопа. Дальше. No, no, no. Yes. Государственные университеты. No, no, no. И так далее. Вот. Вы большинство учебных заведений, вы найдете no. Но номер DLI есть. То есть учиться, вы можете в них приехать. Вы можете приехать. И не значит, что в них нет смысла учиться. Для многих это вообще единственный шанс. Это вот эти учебные заведения, где написано no. Потому что там могут быть и цены пониже на обучение, практики больше. Есть возможность найти учебу, найти работу быстрее во время учебы. Не все могут себе позволить по стоимости учебные заведения приехать, у которых есть вот этот PGWP, у которых есть надпись YES. Ну, мы с вами посмотрели, например, в Квебеке ситуация гораздо интереснее. Ладно, поехали дальше. Подходящие учебные заведения. Вот они. Eligible institutions. То есть должен был быть DLI. Мы с вами посмотрели, что DLI есть. Но плюс это должно быть. Помимо номера DLI. Либо государственное учебное заведение типа колледжа, рабочей школы, университета, СИДЖЕПА. Но государственное. Дальше. Частное учебное заведение в Квебеке. То есть в Квебеке не только государственное, но и частные подходят, которые работают по тем же правилам, что и государственные. Дальше. Еще подходят в Квебеке частные, которые где больше 900 часов и которые ведут к получению вот этих двух типов дипломов. DVS и AVS. Это колледжи. И дальше следующий пункт, кто еще подходит, точнее, что еще подходит, какие учебные заведения. Это канадские университеты. Неважно, частные или государственные. Есть также требование, что учеба должна быть фулл-тайм. То есть это все вы можете, это само собой. То есть понятно, что если у вас учеба парт-тайм, то ни визу невозможно под нее получить, ни PGWP. Но если программа за пределами ковида в обычное время фулл-тайм, то все должно быть нормально. Про ковидную ситуацию я вам еще чуть-чуть позже расскажу. У меня отдельный слайд будет. Короче говоря, разобрались, какие учебные заведения подходят. Дальше. По Квебеку. Смотрите, что здесь. Здесь программы делятся на несколько типов. Есть программы, которые от 8 месяцев до 2 лет. Есть программы, которые от 900 часов до 1800 часов. Здесь определенные требования и высчитывается в Work Permit в зависимости от длительности программы. Два года или дольше и программы, да, то есть два года или дольше, если на этом уровне DCS или ACS. Например, два года, но программа 1100 часов. Либо программы на уровне AVS, но программы длиннее 1800 часов. То до трех лет, ребят, вот эти учебные программы, они для вас более интересные. То есть, например, 1100 часов программы DCS и ACS, Attestation of College Studies, видите, мы еще вернемся к этому. ACS, я вам еще покажу эти программы, имейте в виду. То есть здесь не смотрят количество часов. Здесь важно, чтобы два часа или дольше. Два года точнее или дольше, извините. Они подходят под трехлетнее право на работу. Это очень важно. Ну и, в общем-то, про другие программы, как их комбинировать и так далее, здесь тоже расписано. И также, если вы быстрее заканчиваете программу, ну все это расписано. Либо если забастовка повлияла на длительность программы. В общем, если хотите, посмотрите отдельно. Мне важно вам было показать по Квебеку вот эту информацию. Потому что многих интересует Квебек из-за Post-Graduation Work Permit. Это абсолютно точно. Там для многих гораздо легче его получить. Потому что под частные колледжи можно, которые, грубо говоря, дешевле. Гораздо дешевле государственных. Итак, мы посмотрим с вами по ценам. Я вам тоже расскажу. Теперь, ребят, что произошло сейчас в связи с ситуацией с коронавирусом. Я вам открою сейчас статью. Давайте статью вам открою на сайте. Газете. Уже опубликовано на официальном сайте. Но статья как-то повеселее. Иностранным студентам разрешили подавать на PGWP, если они не смогли приехать в Канаду и учились онлайн. То есть можно учиться онлайн и тоже подавать на PGWP. Но если только ваша программа в оригинале была оффлайн, и если из-за коронавируса человек не смог приехать в Канаду. Вот здесь все это в статье можно почитать. Я тоже оставлю ссылку на Toronto Star. Уже есть ссылка на официальном сайте Министерства гражданства и миграции. Вы сами ее найдете. Дальше. Про право на работу для супругов я вам хотел показать, но сейчас не вижу, где у меня эта информация. Так, давайте момент. Да, вот, смотрите, вот что я перелистнул и пропустил. Значит, помогите вашим супругам работать в Канаде. Как вы можете помочь работать в Канаде? Если вы посмотрите, то супруги студентов получают право на работу примерно на тех же условиях, как и учебные заведения, которые подходят под Post Graduation Work Permit. Есть отдельная статья, я вам тоже дам на нее ссылочку. То есть бакалавр, магистр, частные университеты, частные колледжи в Квебеке подходят, государственные университеты, Сиджепы в Квебеке и так далее. То есть здесь вот есть эта информация, и многие спрашивают, как можно супругу получить право на работу. Ребят, фактически условия почти те же самые, что и для Post Graduation Work Permit. То есть как Post Graduation Work Permit программа, так и в эти же учебные заведения и супруги студентов могут получить право на работу. Но учтите, пожалуйста, очень важный момент. Право на работу-то получить можно, но как получить визу всей семьей – это очень большой вопрос. И, конечно, здесь нужно быть аккуратным, нужно подходить к каждой ситуации грамотно и нужно продумать всю тактику, как получить взрослому студенту, как получить его членом семьи визы и так далее. Так, с этим мы тоже разобрались. Если кому-то нужны консультации, все ссылки для связи я оставляю в описании к этому ролику. Вы можете и со мной связаться, и с юристами связаться, и на учебу отправить. Давайте мы сейчас обсудим с вами конкретные учебные заведения. Я, как вы знаете, я работаю в самом большом мире консорциуме учебных заведений. Называется Global University Systems. И в Канаде у нас пять учебных заведений. Я представляю два из них. Первый – это в Торонто. Торонто School of Management. Очень недорогие программы. Большинство из них с практикой. Грубо говоря, 50% учебы, 50% работы. Стоимость от 5000 канадских долларов в год. Вот они все эти программы. Направления суперпопулярные. Бизнес, туризм, IT, гостиничное дело, data analytics, cyber security, digital marketing. То есть все, что востребовано на рынке. Но эти программы очень недорогие. Много в них уже стажировки. После них не выдают право на работу после дипломной. То есть если вы хотите остаться после этой программы работать, вы должны получить поддержку работодателя. Вы находите, вам колледж в принципе помогает со стажировкой, вас обучают, как искать работу, какие-то вакансии есть, есть доски объявлений, мероприятия с работодателями. Но ваша задача, если вы хотите остаться через работу после такой недорогой программы с практикой, поскольку она вам дает рекомендательные письма, уже на интервью можно ходить и с опытом работы, находиться, подавать право на работу при поддержке работодателя. Это возможно. Таких студентов было достаточно много, либо многие идут учиться дальше. Сейчас я вам расскажу про учебу дальше. То есть вот здесь учеба от 5000 долларов в год канадских, и можно работать. Некоторые зарабатывают даже гораздо больше, чем тратят на эту поездку, но это уже офф-топик. Мы не про это говорим. Я здесь ничего никому не обещаю. Я вам рассказываю, как работают эти программы со стажировками. Но теперь, смотрите, если вы закончили Toronto School of Management программу, вы можете перевестись на программу государственного колледжа с большой стипендией, с очень серьезной стипендией. Вы можете перевестись на Agro College. У Toronto School of Management есть договор с Ниагарой. Это государственный колледж. И помните, мы с вами обсуждали в самом начале, что государственные колледжи подходят для последипломного права на работу. Например, я вам приведу пример. Студент приехал в Toronto School of Management. Программа 5000 год стоит. Диплома in Digital Business. То есть по цифровым ведению цифрового маркетинга, по всему, что связано с интернет-технологиями в бизнесе, учится на программе два года. Один, грубо говоря, один год у него учеба, один год работа. Учеба настолько недорогая, что если особенно взять в рассрочку эту программу, то, в принципе, очень даже неплохо получается и можно встать на ноги за эти два года. Но не получилось у человека в конце договориться с работодателем. Он переводится в Niagara College, получает еще и стипендию, учится не бесплатно, но гораздо дешевле, чем студент Niagara College. То есть на оригинальном кампусе, скажем так. То есть человек здесь уже год учился, год работал, не получилось, еще год берет учебу, параллельно с этим работать можно парт-тайм, и ему еще на год дают право на работу. То есть уже как бы не остаться в Канаде за такой длинный период, ну, очень странно будет. То есть вот таким образом можно учиться, работать, учиться, работать. Я не помню, сказал я вначале или нет, про Post-Graduation World Permit. Его выдают только один раз в жизни. То есть вы не можете приехать в оригинале в Niagara College, поучиться, получить право на работу, не найти ничего, не смочь остаться и опять пойти в государственный колледж. Нет, так нельзя. Да, за учебу вы можете заплатить, но второй раз право на работу вам не должны выдать, потому что люди не имеют право на это право на работу более одного раза в жизни. Пауза на чаек у меня стандартная. Но дальше. Это первый вариант. То есть кого интересует это, пожалуйста, я оставляю ссылку в описании к этому ролику, как со мной связаться. Я вам все пришлю по Niagara College, что мы можем с вами сделать. То есть какие варианты есть. Дальше. Некоторые идут в университет. Помните, мы с вами говорили, что можно пойти и в частный университет. После частных тоже выдают право на работу университетов. То есть первый вариант это государственный колледж. Некоторые говорят, а что я пойду в колледж, у меня уже есть высшее образование, зачем мне колледжское, пожалуйста, идите в университет. У Toronto School of Management есть договора с Yorkville университетом в Торонто. То есть после программы Business Management, Business Administration можно сделать трансфер кредитов. И после окончания, то есть два года в Торонто School of Management учеба плюс работа, потом два года в университете. Экономия будет огромная, потому что цены в университете гораздо больше за учебу. А первые два года вы платите от 5 тысяч в год всего лишь навсего. В университетах идет уже, соответственно, от 15 до 20 тысяч канадских долларов в год. Но опять же можно подать потом еще на три года на последипломное право на работу. То есть как вариант, такое тоже возможно. Кто хочет, может по такому же пути идти ехать в Ванкувер, University of Canada West. Пожалуйста, из Toronto School of Management кредиты зачисляют. У Toronto School of Management очень высокая репутация. Кредиты, как видите, можно перевестись и в государственный колледж, и кредиты зачисляют частные университеты, два университета. Если вдруг вы считаете, что нужно дальше учиться. Те, кто идут через ICCA, могут перевестись на MBA программу, то есть закончить MBA. А те, кто идет с диплома в Business Administration Business Management, можно идти на программу бакалавра. Опять же бакалавра. И учиться и в Торонто поучиться, и в Ванкувере поучиться. Таким образом. Итак, следующий момент. Это еще один вариант перевода. Я вам обязательно про него должен рассказать. Если вы поучились в Toronto School of Management, вы можете перевестись также в Arden University. Это британский университет. Но вы поймите, что Arden University обучает заочно. Это дистанционное образование. То есть, если вы здесь переведетесь, то вы ничего не получите. Никакой post-graduation work permit. Надеюсь, что это понятно. Только должен был вам сказать. Но смотрите, почему я этот вариант решил сюда еще включить. Многие ведь меня смотрят, у кого нет высшего образования. Есть люди, которые закончат Toronto School of Management, найдут, я надеюсь, работу в Канаде, останутся в Канаде поработать. И захотят потом получить высшее образование. Так вот, чтобы эти кредиты Toronto School of Management не пропали, и не пришлось потом учиться все четыре года в университете, можно их перевести в заочный университет. И работая, уже будучи взрослым человеком, за очень небольшую оплату, потому что дистанционное обучение в Великобритании стоит недорого. Я сам заканчивал мой MBA в Великобритании. Правда, у меня была не дистанционная такая blended программа. То есть нужно было, можно было приезжать, но я не особо стремился как-то к этому. Но успешно закончил свое образование в другом университете, в государственном университете, в Кембридже. Но вот здесь, вот Arden University, вы можете перезачесть предметы с диплома Data Analytics и с диплома Business Management, то есть по вот этим направлениям. Пожалуйста. Дальше. Ребят, с Toronto School of Management мы вопрос закрыли. Я вам надеюсь, что все рассказал и разжевал очень подробно. Все знают, что я обожаю свой колледж, но все думают, что я только Toronto School of Management предлагаю. Я, кстати, могу как-нибудь сделать, может быть, такой обзор, сколько студентов ко мне обращались и скольких из них я направил, кому подошло Toronto School of Management, кому подошло что-то, может быть, другое. Потому что если это не тот вариант, который вы ищете, если вам нужны языковые курсы, если вы знаете, что вы сразу хотите только в государственный колледж, либо если вам нужна какая-то программа, которая не связана непосредственно с бизнесом, туризмом или IT, например, вы хотите медицинское что-то или инженерное, то тоже ко мне можно обратиться, но я вас направлю к своим коллегам, кто занимается уже непосредственно этими программами. Потому что я сейчас очень сильно концентрируюсь на своих колледжах. Но обращаться ко мне можно, нужно, и всех ждем. Любые специальности, любые запросы. Теперь про Квебек. Вернемся к Квебеку. Также частью нашей крупной организации является Trebus Institute в Монреале. Расположенный в Монреале. У них есть кампусы в Торонто, но мы концентрируемся для иностранных студентов на двух программах в Монреале. Ребят, эти программы двухгодичные. Audio and Video Post Production, вот она. И e-commerce and online business management. То есть обработка аудио и видео, и электронная коммерция, и онлайн бизнес менеджмент. Эти программы двухлетние, они являются уровнем… Смотрите, секундочку, я вам сейчас покажу, где они расписаны. Они являются уровнем ACS двухлетней программы. Вот они. Не важно здесь количество часов от восьми месяцев до двух лет. То есть здесь не указано количество часов от восьми месяцев до двух лет. Вот эти программы ACS, как бы их выделить? Ну ладно, не важно. Вы это видите. Они… Вот они, точнее, извините. Два года или дольше. Два года или дольше. Они ведут к трехлетнему праву на работу. До трех лет. Это по закону. Ребят, не с моих слов вы должны верить. Не с сайта колледжа. Вы должны это проверить все сами на официальном сайте. Разобраться, почитать, кому нужен юрист, иммиграционный консультант. Я вам могу дать даже в Квебеке юристам. Но, правда, у меня в Квебеке нет русскоязычных юристов. Все англоязычные. Но неважно. Пожалуйста, вам все равно английский нужно сдавать для поступления. Заодно потренируете. Но здесь вы можете получить квалифицированную консультацию. Но, смотрите, вот эти программы, если они два года, их стоимость со стипендии для СНГ от 12 тысяч канадских долларов в год. Давайте зайдем в e-commerce. Тут написано 1110 часов, 24 месяца. Два года или больше. Помните, это было full-time. И написано, пожалуйста, это не от меня информация лично. Это от колледжа. Это eligible for post-graduation work permit. То есть подходит для PGWP. Набор каждые три месяца. То есть все очень хорошо. Scholarships, значит, стипендии смотрим. Вот. Здесь все прописаны стипендии. Но я вам могу выслать вот этот diversity grant. То есть вы можете получить, какие условия для граждан СНГ. Так. Но я не вижу здесь сумм, честно говоря. А вот он. 4 тысячи канадских долларов. Вы можете получить скидку. 4 тысячи канадских долларов. То есть учиться вы будете. Например, мы брали с вами колледж Ниагара государственный. Да, как пример. Учеба там будет стоить примерно 16 тысяч канадских долларов в год. Здесь будет стоить 12 тысяч канадских долларов в год. Вот эта программа. Разница огромная. Ну и также в Ниагарский колледж стипендия будет, если вы после Toronto School of Management переводитесь на их программы. Тоже у меня, я нигде еще информацию не выкладывал по этому поводу, но что-то сделаем такую отдельную презентацию насчет вот этого партнершипа, насчет того, как можно начать учиться в Toronto School of Management и дальше со стипендии перевестись в Ниагарский колледж. Но учиться на том же кампусе вам в Ниагару ездить не надо. То есть Ниагара проводит классы свои прямо на кампусе Toronto School of Management в даунтауне Торонто. Так. Ну и вот эти две программы в Квебеке. Обратите внимание, да, то есть Audio and Video Post Production. Есть другие программы, да. Живой звук, саунд рекординг, диджитал маркетинг, саунд дизайн. Но там все сложнее. Там нужно по часам высчитывать, насколько могут дать право на работу. Да. Большой вопрос, дадут ли право на работу для супругов и возможность учиться в школе для детей. Вот. Здесь, если вам нужно, если вы, еще раз говорю, не должны верить ни мне, ни учебным заведениям, связаться с юристом и все проверить самим на официальном сайте. Где у меня вот эта табличка была? Ага, вот она, да. То есть для разных типов колледжей в Квебеке разная длительность права на работу. Все здесь расписано до минолочей. Все. Я надеюсь, что я на все ваши вопросы ответил. Тема такая серьезная. Спрашивают меня об этом постоянно. Яна про Post-Graduation Work Permit. Еще раз скажу, что это не была юридическая консультация. Это не был. Я не являюсь юристом. Я не являюсь иммиграционным специалистом. Я вам все говорю на реальном опыте и на официальных, пожалуйста, на официальных сайтах. Все, что вам нужно знать, практически все есть на официальных сайтах. Если будут какие-то вопросы, жду их в описании к этому ролику. Все ссылочки тоже в описании к ролику оставлю. Те, кто на этом канале, впервые обязательно подпишитесь. Будет всего много полезного, интересного. Смотрите мои другие видео. У меня есть на все темы уже, наверное. Но если каких-то нет, то давайте кидайте ваши вопросы и будем что-то придумывать. Поэтому всего вам доброго. Желаю хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok